Максим Крылков уже два года занимается в детской театральной студии Дворца культуры. Свои творческие способности проверяет не только на сцене во время спектаклей, но и участием в различных конкурсах. Совсем недавно юный артист привез два призовых места с разных всероссийских фестивалей чтецов. Максим выступал с произведением Николая Носова «Живая шляпа». Вдруг позади них что-то плюхнулось, упало на пол. Они обернулись и увидели на полу возле кого-то шляпу. Как рассказал Максим, подготовка к конкурсу заняла много времени и сил. Давалось довольно непросто, но я старался и произведение мне это очень понравилось. Оно такое шуточное, там высмеивают, что вот эта шляпа упала на кота, а дети испугались. То есть они себе накрутили, что это что-то страшное, она живая, но на самом деле это оказался просто кот, на который упала шляпа. Руководитель детской театральной студии «Твит» Ксения Князева отмечает в своем ученике такие качества, как целеустремленность и трудоспособность. Он молодец, он любит работать, всегда ни на одну репетицию не опаздывает, всегда вовремя, даже иногда заранее приходит и работает по полной. Он комедийный, он очень схватывает комедию, фразы, очень интересно работает. Он, знаете, не боится быть смешным. 12-летний Максим Крылков раньше отдавал предпочтение кружкам и секциям технической направленности, но недавно понял, что все-таки он человек творческий и сейчас все свое свободное время посвящает занятиям театральным искусством. Сказка, и в ней есть герой, и чтобы рассказать очень хорошо, ты должен погрузиться в этот образ. Мне нравится погружаться в разных образах, пробовать себя в других ролях. В планах начинающего артиста продолжать участвовать в театральных фестивалях и конкурсах чтецов. Они помогают Максиму оттачивать актерское мастерство и работать с публикой.